Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас на календарике, одном из современных календариков, 1 декабря 2016 года, четверг, по одному из старинных, 31 день месяца новых даров, 7525 лета вторник. Мы начинаем уже эфир, который будет посвящен теме «Матрица слоев общественного сознания», автор-соведущий Владимир Анатольевич Лукашенко. Здравия, Владимир! Добрый вечер! Добрый вечер! Ну, я думаю, что мы будем говорить долго сегодня, не так, как в прошлый раз. Я думаю, что мы это выясним совместно и достаточно подробно. Хорошо. Про «Матрицу» поговорим, да, и про сознание поговорим, и я думаю, будет все понятно и даже приятно. Хорошо. Ладненько. Тогда приступаем. Передаю микрофон. Спасибо. Еще раз добрый вечер всем. Это уже у нас третий эфир, вот такая линейка эфиров, в которых я участвую. И небольшую ретроспективу мы проведем, пожалуй. Начинали мы с самого простого, вроде бы как с приведения в порядок физиологии, с фитнеса мозга. Ну, вот, допустим, ну, трудно объяснить, наверное, сознанием, как это. Ну, проведем аналогию. Чтобы у нас мышицы работали, опорно-двигательный аппарат работал, нам необходимо тренироваться. Но результатом этой тренировки будет нечто нематериальное, то есть действия какие-то, движения, действия, ходьба, поднятие тяжести или просто хорошее здоровье. Так, в принципе, и для нашего мозга, для того, чтобы сознание, то есть то, что продукт нашего центральной нервной системы, наше осознавание окружающего мира, приходящих от рецепторов сигналов и самое важное понимание своего себя было наиболее эффективным. То есть, в принципе, начинали от печки танцевать, и самым главным в этом танце это было, это главная, наверное, ну, то, чтобы помощь, а вообще достижение основной цели человека, это осознавание своего совершенства. В принципе, я сторонник именно такой идеи, что человек изначально совершенен, ему только надо это осознать и познать. Так вот, это были первые такие шаги, в которых мы приводили в порядок свою физиологию центральной нервной системы, можно так назвать, приводили в порядок мышицы мозга, полушарий. Следующий у нас эфир был о развитии интуитивного сознания, то есть, когда мы привели себя в порядок, когда у нас базис, на котором наши мыслительные процессы зиждятся, то самое сознание, которое так и ни один ученый не определил в граммах, откуда оно берется, что оно не существует в мозгу, как говорил Бехтерево, там его нет. И начали думать, а как мы думаем, какие типы мышления существуют, определили примерно, что существует интуитивный способ мышления или интуитивное сознание, которое, наверное, должно быть, не то что является, должно быть основным в нашей эпохе, нашей эры. Ну и определили, конечно, что существует логическое, дискурсивное мышление, когда мы очень долго ходим от мысли к мысли. Есть ассоциативное мышление, когда мы быстро ловим какую-то мысль, связанную с какой-то ассоциацией. И вот интуитивное сознание. И определили такую интересную вещь, что если мы не будем вовлекаться мыслями непродуктивно, в окружающие нас вообще не вовлекаться, то до этого интуитивного сознания мы дойдем и будем более спокойно, продуктивно мыслить, то есть более очеловечимся, что ли, даже так. И тут, наверное, мы должны продолжить, потому что у нас, если мы говорим вовлечение, есть внутреннее, когда мы думаем, несмотря ни на что, про себя, кто мы, как мы думаем о своем «я», то есть такую внутреннюю рефлексию проводим, такой, может быть, дискурс, не знаю, о нашей человечности размышляем. И есть вовлечение внешнее. Вот как раз мы сегодня попробуем разобраться с внешним нашим вовлечением нашего сознания. Начнем с такого простого случая, такого глобального, наверное, что как раз внешнее вовлечение наших мыслей, нас, нашего ума рабочего, как еще называют его, или вообще действующего здесь и сейчас, в вовлечение в коммуникации, в вовлечение в социальные какие-то связи между людьми. В принципе, оно как раз и создало человеческую цивилизацию. То есть люди как? Коммуницируют по поводу себя между собой, по поводу других, по поводу форм, то есть продуктов своей деятельности между собой. Таким образом, создают эту цивилизацию. Но мы так сильно не замечаем именно этого, потому что мы уже привыкли, как привыкли ходить. Мы не задумываемся, как мы ноги переставляем. Мы не задумываемся, как мы дышим. Мы не задумываемся, как мы разговариваем. А все-таки, наверное, есть смысл немножко, так сказать, подумать о таких вещах. А как же мы, собственно говоря, строим свое общество человеческое? И определить порядок, содержание, степень вовлечения нас в эти коммуникации между собой. Ведь практически они разные. Они разные и не только разные, они еще и разные по смыслу, по категориям, по содержанию, но и разные по силе. Бывает так, что вовлечешься настолько, что забудешь себя. То есть, в принципе, вот такие вопросы у нас были на прошлом эфире, достаточно серьезные. А что, если все знают, все знают, как все устроено, они ничего не делают для собственного развития. Но это как раз вопрос из той серии, что настолько вовлеклись в эти коммуникации, в эту общественную, даже не общественную жизнь. Сейчас мы разберемся более подробно. Что забыли, стали забывать себя. Поэтому есть такое, может быть, оно академическое название, академическое определение. Называется субъектность. Это значит, что такое субъектность. Это значит быть носителем идеи своего «я», то есть быть хозяином себя, переживать себя и осуществлять себя в качестве причины себя самого. То есть, получается так, что, может быть, ближе к внутреннему вовлечению внутреннюю себя, в свои мысли, в рассуждении себя. Это как раз еще рефлексия есть такое понятие, достаточно тоже серьезное, присущее, в принципе, только человеку. И вот это качество субъектности, это качество, может быть, назвать можно человечности как таковой. Чем выше субъектность, то есть она есть полная, а есть отданная наружу, как куда-то. В эти коммуникации, в этот социум, пока что зовем его так. И вот теперь немножко в историю. Этим занимались, этим, о чем мы сейчас говорим, то есть о попытках понятия, как, собственно говоря, строится человечество на основе вот этих коммуникаций, на основе вовлечения человеческого сознания, человеческой мысли в коммуникации по поводу себя, по поводу других, по поводу продуктов жизнедеятельности. То есть мы же, собственно говоря, и общество строили между собой, о чем-то вместе думая. Нужно там урожай собрать, ладно, хорошо, необходимо продвинуться в каких-то инновациях, тоже в экономике, в каких-то завоеваниях новых. То есть человек постоянно начинал думать больше о каких-то общих правилах, общих шаблонах, общих возникающих идеях, мыслях. И тема-то получается достаточно серьезная, потому что слышали на такие интересные разделения, разделения или отделения, или как это лучше сказать, как варны, касты. Потом у нас в марксизме и ленинизме появились классы. Сейчас у нас очень модные есть течения, которые объясняют различия человеческие в обществе. То есть те самые кирпичики, из которых состоит общество по слоям. Это спиральная динамика Грейвса есть, есть так называемый эмоциональный интеллект, который тоже появился недавно совершенно. Социальная психология. И они так вот скользят по поверхности, определяя, вот люди такие, а эти такие, эти от рождения такие. Собственно говоря, на этом все и останавливается. Но в любом случае уже мы можем говорить о некой матрице. Матрице сословий, наверное, так пока что издалека тоже. Матрице различного класса умов, подхода к жизни. Но мы с вами попробуем заглянуть поглубже, причем на достаточно серьезную глубину с точки зрения сознания. С точки зрения вовлечения сознания человека, назовем все-таки в цивилизацию, в эти слои. Вот как раз то, что я называю слои матрицы общественного сознания. Ну и попробуем с вами определиться в них. Потому что вот я не просто, так сказать, начал с ретроспективы. Поскольку мы ищем все-таки собственное совершенство в себе, пытаемся его проявить, найти, проявить по отношению к другим, естественно. Повышая свою, даже не повышая, а раскрывая свою душу, как это дело ее больше, не позволяя душе лениться. Это вот в такой вот большой-большой программе, как я сказал. Сначала мы делаем какую-то базис, развиваем или его раскрываем с мозгами нашими, потом доходим до интуитивного сознания, а потом начинаем понимать, а где же мы живем, в каком месте мы живем. Ну и давайте попробуем начать. Начнем с очень простого, с человеческого рождения. Человек рождается, он рождается, ну конечно же, в семье в какой-то, в какой-то, потому что бывает, родился и вообще в каком-нибудь там, в детдоме. Конечно, лучше и в большинстве случаев все-таки в семье. Рождается совершенно чистенькое сознание, правильно говорят, что это ангел, с совершенно открытым сознанием, не завернутым в одеяло правил, стереотипов, которые окружает наш мир. Рождается и потихоньку начинает в этот мир входить. Появляется речь, маленький человечек начинает слушать речь, то есть он получает некоторые первые уроки правил, правил сопоставления смысла определенным значением, звуковым, фонетическим и так далее. То есть речь, правила выражения речи, каждая речь у каждого народа практически она отображает строение, структуру сознания этого народа. Это очень интересно тоже по языкам в этом отношении поговорить. Традиции семейные возникают. Человечек начинает вовлекаться своим сознанием в эти правила, стереотипы, шаблоны, традиции, где-то теряя частично сначала свою субъектность. То есть это не обязательно, что я не хочу по правилам жить, я буду по-своему мужу жить. Это не так. В порядке развития, наверное, нужно сначала опознать, осознать, какие существуют вокруг правила, стереотипы, а потом уже принимать решения. Но, к сожалению, в большинстве случаев получается так, что человек отдает сознание на сторону, вовлекается. Он принимает решения не по какому-то своему разумению, а по правилам, которые его окружают. Вот как раз мы в самом начале говорили про то, что наш мозг усох на 10%, потому что он не тренировался. Вроде такое весьма простое такое определение, но вот эта простота, она как раз лежит в этом. Человек перестаёт сам думать, то есть сам напрягать свою субъектность, принимать решения, отвечать за них, отдавая всё на усмотрение тем правилам, которые его окружают. Вот он начинает потихонечку в эти правила стереотипы входить своим сознанием, вовлекаться своим сознанием, себе оставляя какие-то, может быть, даже удовольствия, и то не оставляя себе, поскольку они тоже по каким-то правилам существуют, что надо, не знаю, вот каннибалу нужно съесть печень им удовольствие, а в нашем мире нужно водки выпить в другом месте, покурить там хорошо, третьим, может быть, хорошую книжку прочитать. Это уже лучше, да, всё-таки. И подходит к другим правилам. То есть социально-бытовые сначала правила идут. Потом подходит к другим правилам, следующим, следующим по уровням. И вот насколько человек вовлекается в эти правила, настолько он, собственно говоря, теряет субъектность. Не теряет, если он сильно вовлекается, то практически он остаётся в этом слое. Вот слои мы можем рассмотреть даже сильно не напрягаясь. У нас есть варны, есть касты, собственно говоря. Не с точки зрения, что вот у нас сегрегация такая существует, там белый и чёрный, ни в коем случае. Я всегда говорил изначально, и буду говорить, что изначальное совершенство в каждом человеке заложено, только он, наверное, где-то в какой-то жизни проявляет это совершенство, в какой-то только часть свойства проявляет, как замечательное украшение, может только каким-нибудь своим дном показаться в этой жизни, а остальным оно не покажется. Ну, такая судьба вышла. Но однако же вот такое разделение существует. Если мы будем идти по варным, по кастам, то у нас есть... Кстати, надо заметить, что в самом начале, варны это точно, в кастах в самом начале не было потомственного такого определения, что родился вот в этой касте, в этой касте будешь жить. Как раз определялось по свойству сознания, по свойству субъектности, по вовлечению сознания в стереотипы то или иное слоя общественного сознания. Вот как раз касты, варны, они очень пересекаются со слоями общественного сознания. Где какие правила наиболее приемлемы, наиболее важны? Вот в том, допустим, социально... Сейчас сразу могу сказать, что есть социально-бытовые, бытовой слой, где правила социально-бытовые, они играют роль, где все остальное становится несущественным. Экономические, где у нас экономика достаточно серьезная, определена как главенствующая политика политика с точки зрения управления, там, где уже не слишком важны материальные ценности, а больше те, которые стоят над ними. Культура, где культурные коды, в принципе, они являются определяющими. Но больше, собственно говоря, говорить не о чем, поскольку вовлечение сознания в какие-то высшие материи это уже не контрпродуктивная для человека вещь, поэтому мы берем за основу четыре таких слоя. Так вот, и определялись дети, рожденные раньше, это было давно, это было, если мы говорим про варны, это мы говорим как раз про прорусские корни, про слоянские корни. Варны вообще переводится или определяется как цвет огня души. Вот так вот. То есть очень важно с точки зрения глубинного такого определения. Вообще, собственно, вот то, что я говорю, сама по себе, а потом я попробую еще рассказать. Тема определения вот таком роде матрицы общественного сознания, она многомерная. То есть можно с разных точек зрения подключаться к объяснению этому, везде есть очень интересные сопряжения. Так вот, возьмем и попробуем посмотреть, что же это такое. Ну, как я сказал, основой определения человека, определения его, ну, не то, что какой касте или какой варне, каким варном или вообще какому слою он принадлежит. Как я начал говорить как раз о том, что надо беречься такого определения. Нет у нас никакой сегрегации, ни в коем случае. А вот где наиболее его сознание застряло, повлеклось и осталось в этих правилах, они стали для него более важны, чем его собственное я. Вот мы начнем, наверное, попробуем пройтись по вот этим слоям. Ну, конечно, мы не будем брать тех, кто уже выбился, у кого сознание каким-то образом, ну, вообще, так сказать, тяжело, очень действует. То есть оно вышиблено, так, наверное, лучше сказать, из человечности как таковой. То есть это, ну, где-то по, если брать по кастам, это неприкасаемый. Вот там субъектов, субъектность сама, то есть чувство или вообще свойство человека проявлять себя как человека, она вообще в остаточном виде. То есть он просто, ему не безразлично, жив он или не жив, ему все равно вообще. И коммуницирует с таким вовлечением человек на базе, на основе каких-то бытовых процедур. Там, не знаю, дай кусок еды, дай там какую-то надобность сделать, больше ничего ему не интересно. И к высшим каким-то материям, к духовности относится совершенно просто, ну, пофигу ему и все, так по-русски говоря. То есть полная безусловность к этому. Но мы не будем туда глубоко въезжать, потому что тема такая, я думаю, ну, по крайней мере, я мечтаю так, что можно любого человека из этого состояния попытаться вытащить, как, в принципе, из любого слоя можно вытащить. То есть работа с сознанием, она помогает не то, чтобы избежать вовлечения, а вытащить сознание из вовлеченности в эти правила, стереотипы. Ну, если уж, конечно, совсем какая-нибудь паранойя не настала. Ну, далее. Далее социально-бытовой слой нашего матрицы общественного сознания. Еще раз замечаю, наверное, буду нудным в этом отношении, потому что это не люди, которые относятся к тем или иным кастам, классам или еще каким-то видам, типам. Ни в коем случае. Человек, он внутри каждого. Это изначально совершенная, бесконечная сущность. Поэтому это лишь проявление его сознания, оно в данный момент, в данное время, в данном нашем, не то, что даже обществе, в данном нашем мире. Ну, вот так вот проявляется. Почему нет-то? Каждому нужно играть свою роль в каком-то конкретном месте, в конкретном времени. Так вот, следующий социально-бытовой слой сознания, общественного сознания, это можете даже сейчас подумать, сами, кто слушает, что это обозначает. То есть там, где вот ни о чем человек не думает, только о каких-то своих взаимоотношениях с другими, ни о экономике, ни о вообще политике, имеется в виду какого-то образа, такого идеологического. Его интересуют бытовые процедуры, его субъектность, то есть его свойство быть человеком, она не самостоятельная, она в большей степени к чему-то, ну, слово тоже такое есть, аффилирована, то есть она прикреплена, отдана. Ну, например, какой можно, ну, пример такой, все знают, что и раньше были, и сейчас такие молодежные банды, группы, да, на районе. У нас такой-то район дерется с другим районом, то есть он горд тем, что он принадлежит к этой группе. Или горд принадлежит, что к какому-то классу, я там, значит, рабочий, то есть я буду делать как рабочий, несмотря ни на что. Можно быть рабочим, можно даже в какой-то такой группе принадлежать, но отвечать за свои поступки самому, а не так, что все делали, и я так делал, поскольку я принадлежу своим я, этой группе, которая что-то там творит. Так можно, собственно говоря, быть самостоятельным, гордиться, что ты рабочий, однако принимать решения какие-то под свою ответственность всегда не потому, что ты рабочий, а потому, что ты человек. Здесь же у нас получается, что мы отдаем свою субъектность такого рода, ну, вообще-то, на пользование, по сути говоря, другим. Вот как раз этим и пользуются многие политтехнологи, пользуются строители потребительского общества. Это как раз потребитель, это тоже человек, который отдает свою субъектность там, айфону седьмому или еще чему-то еще. Вот интересно, можно привести такой пример, можно сквозной сделать пример по отношению к слоям общественного сознания, то, что лучше все на практике-то рассматривать. Вот на таком примере, как будет относиться человек с ввлечением своего сознания в социально-бытовой слой общественного сознания, то есть это слой, это правила, стереотипы, ритуалы, какие-то традиции, которые связаны с вот таким социально-бытовым взаимоотношениями и с отдачей своей субъектности кому-то что-то. Вот, например, возьмем такой пример, например, возьмем пример. Человек хотел есть, украл кусок хлеба, по этому поводу представитель или человек, с увлеченным такого сознания в этот слой, он скажет вам следующее, что да чем не задумываться, что он украл хлеб. Есть кодекс, там написано, кража такого имущества, там столько-то. Вот руку отрубить, ему, значит, отрубить руку. Ничего я думать не буду, даже задумываться, потому что правила есть. Я вообще рабочий или я, там, мне нужен седьмой айфон, больше ничего знать не хочу. И самое важное, к сожалению, к большому, что с таким очень серьезным вовлечением своего я, своего сознания, своей субъектности, человек себя мыслит не в качестве человека. Вот задайте вопрос, а кем бы ты хотел быть, то есть, кем ты себя обнаруживаешь в этом мире, кем ты хочешь стать, кем ты хочешь быть и вообще кто ты есть. Человек начинает говорить на языке ролей, то есть, не хочет быть человеком хорошим или что-то такое, может быть, даже хорошим врачом, чтобы помогать людям, это тоже интересно. Он будет говорить, я хочу быть начальником, я хочу быть богатым, я хочу быть каким-то политиком и чем-то еще. То есть, не рассматривать себя в качестве человека, рассматривать себя в качестве роли. Вот такая вещь есть. Можно из этого выбираться и нужно выбираться, и это возможно. Но вот у нас получается очень много людей, находя их, у которых сознание вовлечено именно в этот слой общественного сознания. И они практически управляемы, поскольку аффилированы субъектность, то есть, субъектность своя отдана на потребу каких-то интересов тех или иных. И как раз этим и пользуются. Следующий слой у нас достаточно интересный, он достаточно, можем сказать, размытый. Да, кстати, отвлекаясь, могу сказать, что наше сознание всех нас, без исключения, оно в какой-то мере во всех этих слоях вовлечено в эти слои, в эти правила, стереотипы, шаблоны этих слоев. Мы себя можем поймать на любой теме и себя увидеть везде. Поэтому тут ни в коем случае, опять же говорю, не надо определять себя или кого-то. А вон он, смотри, он в этом, он там, шудра, да, или он ваишья. Нет. И к тому же, если, представьте себе, когда-то очень давно определялось это по, совершенно, так сказать, технологически, но в то же время, наверное, с высшей духовной стороны определялось это по цвету пламени души, как это говорилось, варны, да, были. Потом технологически определялось, и резко очень можно было разделить людей с вовлеченным сознанием в ту или иную область, поскольку, ну, и, наверное, не такие уж коммуникации были большие, можно было все это не так размазано. Определилось резко и четко. То есть сейчас об этом говорить практически невозможно. То есть, раз слои, между этими слоями все размазано. То есть я могу увлекаться частично там, частично там, но самое главное, как, наверное, вы поняли, это отдача своего «я». То есть вот это основной, наверное, критерий вовлечения в эти слои. Чем больше «я» своего «я», своей ответственности, своей возможности подаренной для кого Всевышним, для кого Богом, для кого бесконечностью быть человеком, человек, вместо того, чтобы реализовывать, он начинает отдавать, и вот мы как раз рассматриваем, а куда он ее дает. Следующий у нас слой, достаточно интересный, как я сказал, можно его назвать по аварным слоев, слой веси, то есть купцы, можно по кастам, вайши, можно просто сказать экономика. Это очень интересный, ну, он, конечно же, неестественный для нашей планеты. Слой, если уж социально-бытовой, можно приравнять к условиям нашей жизни, но то уже экономика это нечто появившееся потом, то есть не тогда, когда человек занимался натуральным хозяйством, причем экономика появилась, это взаимоотношения между людьми и формами, то есть которые, продуктами, которые он делает, формы, формы можно назвать, есть естественные формы, горы, леса, ну, природные, там, царство природы, которое рождает естественные формы, есть искусственные, те, которые делает человек. И людьми. То есть по поводу этих форм. Ну, и было, и до сих пор есть в каких-то местах по поводу людей. Это Карл Маркс, это потом уже теория Адама Смита экономическая, потом уже финансовый капитализм и так далее, и тому подобное. Настолько сложный этот слой, не с точки зрения, ой, там, экономика сложная, мы экономику не рассматриваем, не рассматриваем технологию, куда там, какие деньги идут, мы рассматриваем отношения человека в этом слое. То есть представьте себе, если человек настолько вовлечен в экономику, что он считает, допустим, что эти деньги важнее, чем люди, то понятное дело, что он целиком в этом слое содержит свое сознание. И оттуда не вытягивает, с трудом вытягивает, когда в каких-то, может быть, переплетах он начинает понимать, что, ну, когда приспичит, что мы уже забыли, что такое жизнь, насколько она ценна, и начинаем ценить ее с помощью каких-то денег, да, вот меня всегда убивает такое понятие наши ценности, в Европе говорят, да, наши там ценности, жизненные ценности. Ценности – то, что имеет цену, но жизненные ценности не бывают же, свойства человеческие бывают, или человеческие ценности, говорят, человеческие бывают свойства, они бесценны, они не имеют цены никакой, они безразмерны, если они человеческие. А то, что не человеческое, оно все имеет, конечно, ограничение цен. Так вот, будем говорить о двух таких пограничных состояниях этого слоя. Возьмем самого простого, то есть самого четкого, грубого купца, который только думает о деньгах. То есть, как я говорил, нету таких сейчас, очень мало таких, которые были бы яркими представителями, все, так сказать, перемешано, размыто. Принадлежность нашего сознания, нашего внимания, вовлеченность в эти отношения. Ну, если возьмем такого четкого, может быть, виртуально, а может быть и нет, то есть есть тоже такие у нас бизнесмены, у которых, допустим, субъектность, она вся выражена в виде интереса, в виде пользы, в виде прагматики. Для него субъектен человек тот, кто имеет. Что-то такое, если ты такой умный, что ты такой бедный. То есть ему это абсолютно, вот это для него истина. Если мы можем посмеяться над ним, сказать, вот там, убогий человек, совсем о другом не думает, то для него это жизнь. Для него это действительно серьезная жизнь. Если, допустим, возьмем наш пример, по которому там украл кусок хлеба, хотел есть, то такой человек скажет, мне не все равно, но поступайте по справедливости. Вот он украл кусок хлеба, значит, он должен быть наказан. То есть здесь схема важна. Схема, в которой такая динамичная схема. Если, допустим, в социально-бытовых отношениях люди подчиняются схемам уже существующим, а зачем куда-то идти, если я свою субъектность свою уже отдал, она вообще не моя, она может быть у прагматика, который делает с меня потребитель, еще и так далее. То есть здесь уже у нас сознание, оно вовлечено в конструкции этих схем, в сделки, в переговоры. Но могу сказать, что тоже роль такого человека, он для себя определяет не как человека, если спросить, кем ты хочешь стать, определяет, как хочу стать самым богатым, хочу стать самым таким, чтобы мне все платили там, и успешным в бизнесе. И главное для человека такого становится, конечно, дело, интерес, цель, результат и больше ничего. Но есть другая крайность, которая, будем говорить, повыше, которая ближе к богу, что ли. Это вспомним наших купцов Савву Морозова, других, которые говорили о том, что я купец. Да, они были в этих экономическом слое сознания, они очень хорошо много знали, умели вести эти сделки-переговоры, то есть управляли схемами, но все равно их сознание находилось на уровне важности денег. То есть это виртуального мира, который никак не связан, собственно говоря, с настоящим человеческим. Да, обмен существует, как у Карла Маркса. Деньги, собственно говоря, какое-то время были эквивалентом обмена между товарами, чтобы мы могли развивать нашу цивилизацию. Но потом они превратились в собственный мир. Вот такого высокого порядка купцы, ваиши или еще в весе, для них важностью было, что они своим, своей этой схемотехникой, своим умением создают рабочие места, дают людям заработать, дают людям жить. Но все равно в таком сознании вовлеченном, уже менее вовлеченном, чем у низшей формы. У него все равно остается, ну то, что остается, это само собой, остается понимание, что такой бедный, если такой умный. Но все равно он начинает понимать, что что-то есть такое. Почему же люди начинают видеть? Почему же люди делают добро бескорыстно? А почему же они проявляют себя как люди? То есть он начинает чувствовать, что человек есть человек. Ну и придумается, скорее всего, большинстве с ним придумается сказка, что он просто играет, ему хочется быть хорошим, и он играет. Поэтому такой уроду люди тоже пытаются, поняв именно так мир, своим сознанием играть в эту игру меценатства. Кто-то от чистого сердца, ну постепонечку двигается, 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 конечно, от чистого сердца делает, а кто-то играет в эту игру. Ну и здесь, конечно, возникает наш пример с куском хлеба украденным, а уже другой. Вот если мы говорим, украл кусок хлеба, хотел есть, тут уже говорится про милосердие. То есть здесь как говорится, что да, украл, да, он совершил в проступах, совершил преступление. Ну давайте мы его простим. Хотя прощать вы сами знаете, что прощать – это не наше прерогатива. Ну где-то вот так и есть. Это проявление милосердия. Потому что вот он все-таки хлеб украл, ну значит он хотел есть, мы его простим. Но все равно мы признаем, что он же покусился на материальное, а это нельзя. То есть человек с сознанием, вовлеченным все-таки в область экономическую, он будет всегда стоять горой за вот этот экономический мир. Это очень такой серьезный, хваткий мир. По идее, исходя из вот, ну я, конечно, частично рассказываю эту тему, она более глубокая, она такая большая, что с помощью нее можно много что делать. Можно и разобраться функцией денег по-настоящему, что это такое, как это без вовлечения в эти страдания по этому поводу. Можно разобраться, можно все-таки принять это все. Но очень трудно. Потому что вы сами понимаете, если было сначала у нас, ну историю, наверное, все учили, у нас были деньги как средства обмена, потом они сами стали товаром на сегодняшний момент. То есть виртуальным товаром. То есть если так говорить, мы строим своим сознанием, своим взаимоотношениями с людьми, своим сознанием индивидуально ничего не построим. Но вот мы, когда мы начинаем взаимоотноситься друг с другом по какому-то поводу, как говорил у нас, по-моему, Ленин, да, идея, овладевающая массами, становится материальной силой. То есть это становится не просто единичной силой, там, какой-нибудь Майдан, а становится уже правилом, стереотипом, который является частью цивилизации. То есть мы замахнули сейчас на вообще настроение цивилизации как таковое. И строение цивилизации, которое стоит на основе вовлечения нашего сознания каждого. То есть каждый вовлеченный в те или иные взаимоотношения, по слоям просто разбитое, для того, чтобы было понятно то, что я сейчас говорю, он строит эту цивилизацию. Куда мы построим его? Как в игре цивилизация, да, или вообще? Тут туда мы, там мы и будем находиться. Конечно, это как пирамида. У нас на самом основании очень много людей с вовлеченным сознанием, с полным вообще отдачей своего «я» на угоду правил, стереотипов. В экономике уже поменьше. Ну и у нас возникает следующий слой, где уже ценности, не ценности человеческие. Вот смотрите, Европа, человеческие ценности. То есть прагматизм рулит. А вот если взять Россию, они не могут до сих пор понять в Европе, что как это можно, вот мы по правилам. Правила есть у нас, проиграли, ну как они считают, Россия. Вы должны признать поражение и нам что-то платить. Или проиграли, и вот у вас нет никакой возможности, вы все равно бросаетесь безоружно там на вооруженных и так далее. Очень печальный случай, когда был теракт во Франции. Я думаю, что для нас, для жителей России, был многим непонятный. Я читал, мне очень непонятно было, когда там три человека или четыре зашли в какой-то зал и начали расстреливать всех из пулемета автоматов. Они визжали, кричали, разбегались. Конечно, это трагедия, страшное дело. Смерть никогда не бывает красивой. Это все в сказках. Но там описывает один. Вот мы успели убежать, когда, значит, рядом были со всем, когда они перезаряжали оружие. А народу там было очень много. Вот сто пудов, так, может быть, тоже грубо говоря, в России бы такого не было. Когда они перезаряжали, люди бросились бы там, не знаю, с любого слоя, так будем говорить даже так, вовлечения своего сознания, бросились бы и отобрали там, пока не перезаряжать. Они же понимают, что в этот момент выстрелят, не выстрелят. То есть разница со всем. Это я как раз говорю, подхожу к следующему слою, к слою общественного сознания. Ну, будем говорить его политическим. Хотя, наверное, смысл уже весь такой изъеден, этого слова «политика», введенного еще в Древней Греции. Тогда он был достаточно, такое содержательное значение имел. Сейчас у нас оно как-то стало нарицательным. Ну, это, если говорить о варнах, это витязи, или кастах, это кшатрии, то есть воины, воины или управители. Вот здесь как раз нет ценностей, слова такого нет ценностей. И здесь, скорее всего, есть идеология, когда сознание уже не просто влечено, оно стоит на таком уровне, где человек готов за идею пожертвовать своей собственной жизнью. Если прагматик откупится, может быть, знаете, что вот в армии Израиля, вот, может быть, кто-то меня поправит в чате. Ну, я, по крайней мере, такое слышал, что нет такой присяги, как в России, когда человек говорит, что там я должен умереть, но не сдать там военную тайну и так далее. Это наша присяга, советская еще с СССР. Ну, я думаю, российская такая же. То в Израиле такого нет. Там, в первую очередь, стоит человек, он должен сохранить себе жизнь, может что угодно рассказать про всех, кого угодно. И за это его не накажут даже. Так вот, слой политика или воина, это слой, где, ну, ценным становится, тоже слово, какое еще применить-то, или высшим смыслом становится как раз не деньги, а иногда примитивное понимание служения народу, то есть вовлечение в общее благо или в управление к ведению, к общему благу. А иногда уже и более умное, тоже ведь многоуровнее, может быть, уже на основании культурных кодов, на основании духовного содержания. Ну, вот такое есть. И в этом отношении субъектность уже такая, как бы переворачивается, она уже становится мобилизационной. То есть я готов себя на благо чего-то потратить. Ну, пока это благо, оно рассматривается все-таки в таком, все-таки эгоистичном отношении, потому что он может быть воин к шатре, управителем таким, что вот я думаю, что людям будет хорошо, если они будут отжиматься по сто раз. Наверное, это будет хорошо. И я знаю, я уверен в этом. И люди будут отжиматься, хотя там будет им плохо, они будут уставать. Тоже бывает такое. Это в таком лучше в отношении не вовлеченных, но все-таки еще не очень, так сказать, размышляющих над, каково людям будет от этого. И здесь уже разговор идет, то есть в чем проваляется вовлечение. Уже в развитии человечности, это, так сказать, это порог. Вот этот слой, это уже пороговый слой, где человек поворачивается к своей собственной внутренней человечности. То есть он начинает размышлять и рассуждать про человечности с другими. Вот даже если взять какие-то, возьмем даже наш Советский Союз с этими политработниками, той же армии, то, что все-таки мы говорим, к шатре, воины. Ведь в основу шла не мы идем там за царя, за отечество, а в основу шли духовные свойства человека. Это за волю, за свободу, за то, чтобы освободить от каких-то отрицательных моментов. Ну, в разных войнах там мы освобождали Родину. Мы за свободу Родину. Да, за Сталина было, конечно, но это часть идеологии было. Шли-то освобождать свою собственную родную землю, за свои семьи, за людей, за правое дело. Мы хорошие, они плохие. И каждый размышлял, если он действительно не просто, так сказать, отдал свое «я» этому войску, ему все равно. Вот я иду, я в этой армии, потому что я в этой армии. И проверялось уже, если в пограничном случае, в тяжелом случае человек остается человеком, то есть он, субъектность его играет как человеческая, а не как аффилированная. Когда он готов, ага, мне плохо, я, значит, аффилирую к другой. Я перебежал к полицае, стал, значит, прислуживать там фашистам. Видите, как это все можно объяснить на конкретных случаях. А дискурс внутренний уже ввелся у человека, а человек ли он внутри. И в то же время, тот же случай, в котором мы будем говорить про украденный хлеб, здесь уже вопрос стоит даже не в этом, что человек украл. Он же есть хотел. Какой же там может быть преступление, скажет человек этого уровня. И, конечно, в этом случае, в этом пограничном случае, как я сказал, начинается, переворачивается мысль в ролях. До этого момента роли, то есть человек рассматривает себя и сознание человека, вовлеченное настолько в стереотипы и правила взаимоотношений между людьми, что он становится на себя, видит только в какой-то роли, а не в каком-то каком-то человеческой части своей. Здесь уже начинает потихонечку просветляться, что вот мне, наверное, есть какая-то миссия, задача сверху, от чего-то высшего, что я должен быть человеком, чтобы другим людям делать добро. Ну и здесь тоже у нас получается не так уж много народа в этом отношении, хотя я бы сказал бы с точки зрения количества, то есть чистоты на душу населения, все-таки исходя из особенностей, они действительно есть вот по этой теории матрицы слои общественного сознания. У нас в России таких людей как не крушили, как не меняли нашу жизнь, новые какие-то отношения, новые свойства достаточно много. Настолько много, что вот она продолжает, несмотря на все, которые можно в истории приписать, войны, нападения, захват и так далее, смутных времен у нас очень много было, продолжает все-таки быть с таким распределением, что у нас внутренняя сущность человеческая все равно проявляется в экстремальных ситуациях. Может быть, поэтому и как раз и есть экстремальная ситуация, у нас лезет наружу там, где у нас, так сказать, все равно нам, все равно быть человеком или нет, лишь бы нам, выжить нам любимым, а закаляется сталь в этот момент. И будем говорить, что есть еще у нас по варнам, по кастам, это брахманы, либо ведуны, либо, ну, можно сказать, духовные, высококультурные люди. Это можно очень близко вот этот слой описать, хотя потому, что по-настоящему, то есть мы не говорим про культуру, что там это просто директор Дома культуры, это культура. Культура это уже внутренняя не отождествленность, а внутреннее приближение, понимание человека, что он, что есть, существует нечто целое, и человек сопричастен с этим целым. Он еще не становится самим целым. Конечно, до Христа далеко еще, может быть, но уже видит и знает, что есть нечто целое, нечто большое человеческое, даже не часть, а отображение этого большого человеческого есть и в нем, есть в каждом. Вот такая у нас пирамидка выстраивается, слои общественного сознания. Дальше, то есть здесь уже про слои общественного сознания на таком уровне говорить о вовлечении в этот слой уже как-то, наверное, и неправильно, потому что вовлекается, это теряем субъектность, а здесь мы наоборот на этом слое уже начинаем приобретать ее, возвращать обратно эту субъектность. Дальше хотелось бы сказать, вот я вот обрисовал вкратце, что же мы имеем под эту матрицу. Здесь хочется сказать уже такое макросведение, что в принципе, как я уже говорил сегодня, цивилизация как раз строится на сознаниях людей, на вовлеченности сознания людей и на тех правилах, стереотипах, шаблонах, законах, знаниях, которые эти сознания в своей вовлеченности и взаимодействии друг с другом создают. Главное, чтобы, главное, наверное, и правильное, чтобы не забыть про свою субъектность человеку и все-таки остаться человеком в любом качестве, функционируя в любом правиле или стереотипе или ритуале или традиции, где ты живешь с точки зрения человека, а не с точки зрения раба этой традиции, этих правил, этих стереотипов. И можно сказать, что вот такое знание, я сейчас, собственно говоря, не так, конечно, много рассказал, потому что это, наверное, поняли, это целый большой раздел даже не философии, какого-то человековедения, но я бы хотел сказать, что это раздел необходимый для изучения каждому из нас, кто действительно хочет развиваться. То есть, для чего это нужно? В практике, в практической деятельности такое знание, оно просто, как сказать, вот показал, как ни странно, это примерно уже года два мы преподаем, очень интересные результаты. Ну, во-первых, конечно, в развитии себя. Это не ставить на эти клеточки, а кто я, а где я, а просто-напросто начинать работать с собой, ловить себя на вовлечениях, а я поступаю в этом случае как стереотип существует или как я лично так решил. И потихонечку, выходя из этого стереотипа, из этого вовлечения, мы начинаем приобретать себя, приобретать себя, выходя из, вынося или выводя наше сознание из вовлечения, мы начинаем расти, очень сильно расти. Не с точки зрения медитации, питания какого-то, йоги, а с точки зрения себя как человека. А значит, мы начинаем, а этот путь, так сказать, выращивания в себе человека, он сам по себе приводит к получению не то чтобы подарков, а получению самого себя. То есть, сверхъестественные возможности приходят, которые мы называем, сейчас сверхъестественные, это те, которые должны быть у нас естественными и которые перестали быть естественными благодаря нашему вовлечению, отвлечению от себя. Когда мы отвлекаемся от себя, от нашего нормального состояния, мы становимся такими, как сейчас, не такими, как были, наверное, когда-то, когда мы могли, не знаю, звуком, словом, вот сейчас вот передача была сегодня, размягчать материал, строить пещеры, пирамиды делать и так далее. Дальше, конечно же, такого рода знания, оно приводит к пониманию других, а это очень важно. Когда мы декларируем, что мы должны любить всех, то есть, мы декларируем заповеди Христа, мы декларируем суры Корана, мы декларируем буддийские благородные истины, драгоценности и так далее, мы же должны понимать, а в каком мире мы живем, понимать людей, которые нас окружают, понимать и принимать их. Не так говорить, а этот, он в этом не понимает или отталкиваться от них, а зная, почему это происходит, мы начинаем понимать и мы начинаем помогать им тоже понимать вот такого же рода занозы, которые у нас у каждого существуют. Ну и самое интересное, что вот сейчас мы стали применять вот это вот, как я ищу, это всего лишь частично, да, вот такое у нас, совершенно частично, я вам сейчас рассказываю, применять вот эту вот систему знаний для больших проектов. То есть получается так, что даже делая что-то, есть очень хороший, не то, что производство, вообще бизнес есть, существует очень интересный, особенно инновационный, когда задействованы новые материалы, новые взаимоотношения, которые действительно приведут к положительному прогрессу, начинают искать, а где же, собственно говоря, с какой стороны, с какой позиции в этой матрице этот продукт или вообще сами, кто делает, смотрят на все остальное, где они находятся. И когда начинаем разбираться, можно сразу в некоторых местах говорить, ребят, это вообще-то не товар и не позиция и вообще, что вы решили делать, это бестолковое занятие. А где-то начинает смотреть, начинает по-настоящему понимать, что они делают. То есть есть вот сейчас такие прецеденты, когда начали понимать, а что же они творят, ну, указал действительно серьезные вещи на, я не могу говорить, серьезные вещи на, если говорить, в ключе, даже в целляционном ключе, то, что связано с ДНК, с идентификацией ДНК, начали посмотреть, разбираться и оказалось, по-другому надо, собственно, на проблему посмотреть, не на проблему, а на задачу посмотреть. И по-другому, посмотрев на задачу, сразу выявилось, как надо все это делать, чтобы это не оказалось во вред, потому что очень, как хирургический скальпель, может и порезать, а в то же время не можно, а нужно сделать операцию. Или в совершенно простых случаях, вот, замечательно, я очень рад этому, у нас, вот, знаю, просто после одного курса, сразу два человека решили свои проблемы в малом своем бизнесе. Один нашел себе управляющего хорошего, то есть он тяжело было самому справиться, видимо, не очень приспособлен, была идея, было много, нашел управляющего, который не ворует, который смог у него построить дело, и, собственно говоря, очень рад. А другой начал применять в отношениях с людьми, с кем имеет дело. То есть, смотрите, если мы смотрим на человека внешние признаки, если это еще, то есть это еще можно развернуть это все, это не урок все-таки, это эфир, приезжает на сделку человек в малиновом пиджаке, на каком-нибудь супер-мерседесе, там, весь в кольцах, начинает говорить о сделках. Сразу понятно, что это не купец, потому что купцу, это вот этот внешний лоск, он по барабану, он будет из тебя все выжимать с точки зрения сделок, а не этот антруаж весь соблюдать, да еще требовать соблюдения этого антруажа дальше, вот этих вот весюлик, бирюлик и так далее. Это примитивный такой пример, а так в практике чрезвычайно хорошо все это применяется. Так вот, вся тема как раз стоит в том, может быть, еще раз я вернусь, то есть мы сначала приводим в порядок физиологию нашего сознания, то есть опорную, опорную физиологию, на чем, собственно говоря, или к чему, как мы считаем сейчас, прикрепленное наше сознание действительно работает. То есть функция сознательная, сознательного действия. Мы определяем, где наша интуиция есть, определяем, пробуем, как это работает, и это работает, начинаем понимать, что вовлечение нашего сознания мешает нам добраться до интуиции, пока только до интуиции. И начинаем думать, значит, есть внутренние вовлечения, одно, второе, третье, можно с ними разобраться, есть внешнее. Когда мы начинаем разбираться с внешними вовлечениями, мы открываем такой огромнейший пласт вообще взаимоотношений с людьми, с человеками, с человечностью, с цивилизацией человеческой. Начинаем разбираться в этом пласте, и мы тут находим много всего исторического корней, и каких-то даже своих можем найти косяков достаточно серьезных. Как только мы начинаем работать с этой матрицей, слоем общественного сознания, начинаем выходить из нее, выводить наше сознание оттуда, мы начинаем, наконец, видеть окружающий мир. Если уж так говорить дальше, мы начинаем видеть нашу планету, где мы живем, мы начинаем видеть себя по отношению к этой планете, потому что пока мы в цивилизации, в отношениях с людьми, мы, честно говоря, очень мало замечаем вообще, где мы живем и как мы живем. Мы начинаем видеть это, мы начинаем, не побоюсь этого слова сказать, синхронизироваться с нашей планетой, а это помогает нам не просто доходить до слоя интуитивного сознания, но помогает нам идти к своему собственному совершенству, к изначальному совершенству как человека. Но, естественно, что это не я, 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 не единичность, само по себе совершенство проявляется через отношение к другим людям. То есть мы практически начинаем не просто проявлять свое собственное совершенство, мы начинаем его действенно проявлять, меняя эту же самую матрицу. То есть создавая в ней, получается, островки, в которых мы можем, наверное, воссоздавать свою историю, которую мы каким-то способом, еще, наверное, немного времени осталось, история откроется полностью. Потеряли макро какие-то свои, даже не то что функции, свои возможности, свойства. Я думаю, что будем восстанавливать благодаря вот такому пониманию. Восстанавливая, восстанавливая это все, можем, собственно говоря, себе делать, себе, своим детям, внукам, своему роду, можем возвращать именно наше совершенство уже родовое, уже все общее совершенство, а не только личное. Ну вот примерно такая тема. Да, коротенько, коротенько раскрыл тему, хорошо. Ну что ж, что будем делать дальше? Поговорим, вопросы позадаем? Да можем. Или у тебя есть какое-нибудь там, как сказать, в закладочке где-нибудь какое-нибудь упражнение для мозгов, для расширения интуиции в этот раз или что-нибудь еще? Ну, я думаю, что мы будем много делать упражнения тогда, когда будем говорить на следующем эфире вместе по женской интуиции, потому что это будет, наверное, очень интересно, особенно если будет в эфире сидеть рядом мужчина и женщина и попытается сделать одно и то же упражнение. Вот такие я сделаю упражнения. Будет ясно, очень ясно, очень интересно это все. Здесь же упражнения, если говорить про тему, по теме, то, наверное, их таких, которые можно реализовать, нет. Это все-таки наблюдательные упражнения, это напражнения в жизни насчет вовлечения и выхода из вовлечения сознания. Ну, а в принципе, может быть, сначала на вопросы поотвечаем, они появились, я вижу, если будет интересно, можно и провести какую-нибудь медитацию интересную. Понял тебя, но прежде чем вопросы позадавать, наверное, я тебе передам привет от Ёлки и от Солнца, они прям просили. От нас привет обязательно передавай, то есть у тебя такой фан-клуб на радио уже образуется. Обязательно, взаимно, очень рад. Итак, Эдгар, вопрос в эфир, Эдгар из Москвы, вопрос в эфир. Как разрушить матрицу, чтобы не было ее? Благодарю за ответ. Да, это первое, что приходит в голову. Значит, мы же построили эту матрицу, и она состоит из нас, из сознания нас, людей. Ее можно преобразовать, разрушить ее, если мы разрушим, мы разрушим, а что на место поставим? Ведь мы же не изменимся. Пока мы сами не изменились, эту матрицу мы изменить не можем, а разрушим, мы будем еще хуже создадим. Ведь это из вовлечения нашего сознания, которое создало эти взаимоотношения, ставшие для нас стереотипами, правилами, шаблонами. Вот шаблон есть такой, вот как вот экономика, был кризис. Потерял деньги, человек бросается гнать, теперь решается жизнь, у него в голове так забито. И что сделаешь тут? Мы с себя сейчас, вот посмотрите, загляните вглубь себя. С одной стороны, экономические какие-то вещи, значит, не надо быть пофигистом полным, что вот денег нет, я там и пойду дальше ходить. У нас не такой климат, чтобы можно было банан сорвать и дальше под деревом лежать. Но в то же время это не должно быть настолько нас приводить к страданиям, что у нас что-то там с экономической точки неладно, и вовлекать наше сознание все туда. То есть нам не остается никакого эффективного своего внимания для сознательной деятельности по изменению себя и ситуации, в которую мы попали. Поэтому Матрица как раз не зло, а нечто, что мы нас напостроили. Это уже исторически, может быть, стоит окунуться вглубь, ведь такого не было. Ведь сейчас начинает много чего раскапывать, много чего, что начинает вытаскивать из-под земли и вообще из книг. Говорят сейчас, что был потоп все-таки там в 1400 каком-то году, который из-за смены осили, еще что-то такое, что многие города были залиты большие. Их потом раскапали, на них строили другие. Тот же и Санкт-Петербург был просто-напросто тоже, как и Москва, были залиты наносными породами. Потом их откапали. До сих пор сейчас откапывают первые этажи, не подвалы, не цоколь, а первые этажи в Москве в старинных зданиях. Они занесены одной и той же породой. Не породой, которой много раз она шла, а один раз, так за раз, так сказать, и листыми породами. И об этом история действительно переписана, об этом молчат. И много-много чего есть, что поднимется. То есть, как я считаю, было все-таки такое резкое изменение движения эволюционное, которое привело к тому, что есть в нашем сознании. А сейчас, представьте себе, наложилось на вот эту так называемую экономическую часть, наложилось еще и коммуникации быстрые. То есть, вот эта вот матрица создавалась на основе человеческих коммуникаций, строились правила. А теперь они строятся гораздо быстрее. Они стали более быстрые, более эффективные, более мобильные. В этом случае мы можем только изменить ее, изменяя себя, зная, что это такое есть, уводя из вовлечения свои собственные мысли, помогая другим таким образом выйти из вовлечения правил, шаблонов, стереотипов. Не для того, чтобы их поломать, а для того, чтобы их изменить. Я почему вначале спросил тебя, чтобы ты сказал, что такое матрица с твоей точки зрения, потому что вот такие предвидел вопросы разноплановые. Большинству людей матрица видится так, как она была представлена в фильме, одноименно матрица. А у тебя, видимо, есть некоторое иное представление. Исходя из этого, вот и возникает вопрос, а нужно ли вообще матрицу ломать, потому что ты эту сломал, а что взамен? Человек же, по идее, он не может быть без матрицы. Матрица – это какая-то основа, которую необходимо заполнить. Да, ее можно изменить, но ломать. Это примерно из той же серии, как здесь в одном из чатов прочитал, что «А как нам убрать чакры?» Мне сказали, что чакры убираются, это все замечательно и здорово. Теперь как будто бы заново родился. Вот из этой же серии. То есть, может быть, сначала надо, чтобы люди поняли, а что же такое матрица-то? Ну вот я объяснял сейчас. Ну вот я и говорю, потому что тут вопросы такие, что как будто слушали-слушали, а продолжают все равно находиться в своем представлении о матрице. Ну ладно, будем дальше разбираться. Надеюсь, что разберемся. Итак, вопрос в эфир от Владимира Изматища. Владимир, откуда явилось заблуждение мнения, что человек, достигший определенной степени совершенства, будет заботиться об окружающих, об обществе? Ну, значит, достаточно просто. Что мы имеем под понятием, достигший определенной степени совершенства? Вот по слоям разберем. Если он достиг совершенства в экономическом слое, значит, он стал богатый. Он роли достиг. Ему не надо заботиться об обществе, только если заботится о той составляющей потребителях, чтобы больше покупали. В то же время, если человек достиг совершенства в каком-то еще слое, он будет тоже отвечать этому слою. А мы же говорим о совершенстве человека, который достиг совершенства. Не то, чтобы достиг совершенства. Он изначально совершенен. Ему не надо достигать. Он в себе проявляет его и выявляет, открывает этого совершенства. А вот открытие совершенства помогает ему понимать, что он и все есть одно. Вспомните Христа. Он говорил, я и Отец одно. То есть мы, в принципе, есть один род, который здесь одновременно существует. Человек, который достигает этого знания, а это становится его сущностью. Это становится не только его знанием, а его сутью. Конечно, он будет заботиться о других. Это не обязательно, что нужно всем снять свою рубашку, отдать сострадание само по себе. Оно тоже разное бывает. И сострадание простое, примитивное. Когда я накормлю, есть у меня еда. Ну, не примитивная, а всегда, так сказать, не в плохом смысле примитивная. А есть сострадание и не слушать стенания, а наоборот погнать, дать пинка, чтобы человек себя обрел. Это тоже сострадание. Поэтому нет определенной степени совершенства. Есть либо совершенство, либо несовершенство. То есть рыба не может быть первой свежестью, то есть первой, третьей свежестью. Ситрина, да. Так действуя в вопросе в этом, я увидел, наверное, некоторое другое просто представление. Слово «совершенство», если разобраться, оно как раз подразумевает то, что ты заботишься об окружающем мире, заботишься об окружающих людях и о себе. То есть все вместе получается. Как раз вот та заповедь, когда чтишь богов и предков, там живешь по заповедям, и при этом не нарушаешь еще природу, живешь гармонии с природой. Вот это как раз отсюда. А здесь, наверное, имелось в виду несовершенство, а достижение какой-то определенного уровня в социуме. То есть вот стал начальником, потом стал еще какой-то получше. Да, если мы говорим о ролях, то, конечно, в пределах этой роли будет заботиться. Если это выше этой роли, нет. Если человек себя ощущает ролью, об этом, наверное, стоит говорить именно в этом ключе. Если человек себя ощущает человеком, то тогда, я начал говорить же, и когда мы доходим до культуры и выше, человек начинает понимать, что есть единство. Но пока еще он себя с этим единством не отождествляет. Уже дальше он идет в состоянии Будхи, в состоянии Христа, когда он с этим единством есть одно. То есть он себя никак не разрывает, не отделяет от всех. Вот это другое, вот это совершенство-совершенство. А вот, да, правильно сказал Алексей, в своих слоях только то, что определенная роль ему диктует, то он и делает. Ну да, ведь известны случаи, когда человека, будучи абсолютным нелюдем, при этом по службе продвигается очень хорошо. Но он как был нелюдем-дворником, так он нелюдем станет начальником и будет думать о себе и как бы урвать чего. И в то же время человек может оставаться всю жизнь дворником, но настолько он душевный, заботится обо всех, что весь двор при этом уходит и в ножки кланяется. То есть это говорит о том, что человек совершенный, но должностная его, вот эта лесенка, она остается на том уровне, который многим людям непонятно. Почему он тогда такой совершенный, такой заботливый, он так низко в социуме находится? Вот этот парадокс, который современной цивилизационной матрицы, он многим кажется непонятным, а может быть наоборот скажут, но он дурак, поэтому и такой. Если как-то правильно сказал, если умный, что такой бедный? Ну потому что вовлечение сознания в этот слой настолько велико, что он там себя отдал полностью, от него осталось мало, от настоящего его. Да, и причем, я думаю, что уж лучше быть и хорошим человеком, и неважно, на какой лесенке, на какой уровне ты находишься в социуме, главное, чтобы быть хорошим человеком, потому что жизнь, она вот эта вот коротенькая достаточно. Вот, 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 да, очень хорошо сказано. Самое, не то что смешное, самое интересное, как раз ко второму вопросу, я уже читаю немножко, самое интересное, что человек, который живет именно так, как человек, он виден. Чем больше глубина в человеке, тем больше он захватывает людей остальных. Вот я начал говорить про практику, про практическое применение. Почему в каком-то проекте, если ты смотришь и делаешь свой продукт с очень большой высотой глубины внутренней, то он победит все остальные, несмотря ни на что, может там ничего не делать. То есть, ну, делать можно, но победит, там, экономику, победит, там, политику, победит бытовую, он станет, его люди увидят. Люди внутри все такие, мы все от Бога, все от одного единства, поэтому все это будет видно на любом другом, может быть, каком-то уровне. Человек будет чувствовать этот зов, и он будет тебе все равно больше уважать, чем какого-то, ну, если в социуме говорим, чем какого-то там бая. Хорошо, вот как раз к следующему вопросу переходим от Олега из Иркутска. Здравия, Владимир. В народе есть выражение, добрый не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зла. Как быстро, эффективно и безболезненно вернуть многих людей в ту первородную матрицу сознания, которое у нас было с рождения, в детстве, и аннулировать те ментальные клише, неестественно вязанной чужеродной системы. Конкретно на примерах, Владимир, без лишних мудростей у тебя, я думаю, за много лет труда в сопутствующих областях общественных наук имеется уже соответствующий опыт. Благодарю. Да, особенно про опыт. Замечательно. Значит, сначала половину этого вопроса сразу я определяю следующим образом. Нельзя быть... Это проявление эгоизма, если вдруг мы будем переделывать людей. Это первое. Никому не дано права на это. Человек сам имеет волю, каждый свободен. Свободен оставаться овощем, будет овощем. Это первое. То есть, если человек хочет, все-таки понимает и идет к этому, тогда, да, тогда есть соответствующий опыт. Есть опыт даже в психологических практиках, есть много этого. У нас, к сожалению, психология, психотерапия, она сильно не развита, как на Диком Западе. Там у каждого человека есть собственный психолог. И там есть такая интересная процедура, называется дисквалификация личности, или, как еще называется, деконструкция личности. Она очень дорогая, она в Диком Западе. Там десятки тысяч долларов стоит. Когда человека доводят до... Полностью снимает с него все эти клише, то есть до уровня полного ничтожества. Он начинает ощущать себя, он начинает, а я вот такой, да ты не такой, в общем, специальными приемами доводят это, это. А потом начинает выращивать его собственное я, насколько оно, собственно говоря, есть. Ну, у кого-то выращивается, у кого-то снова возвращается к этому. Это долгий процесс, занимает минимум 7 дней постоянного присутствия с психотерапевтом, с психологом клиническим. Максимально там 15-20. Причем почему рядом? Потому что, представьте себе, человека полностью с него содрали все. Он, если за ними смотреть, он нам повесится, удавится, что угодно может сделать. Потому что он ничтожествует, это такой катарсис внутренний. Но это пограничные случаи, которые применяются, есть, существуют. Но есть эволюционные методы. Вот самое смешное, что вот я практически о них как раз и говорю, уже третий у нас раз, что сначала нужно привести в порядок, это не просто слова, физиология мозга, она иногда в тупике в таком стоит, что просто не пропускает некую осознанность, которая нужна для того, чтобы понимать как раз этот вопрос, о котором говорит Олег. А дальше мы начинаем работать с интуицией, с сознанием. Интуиция, она открывается как раз как свое внутреннее «я». Иногда, грубо говоря, как в письме по Чехову, ей на морде мою харю тыкала селедка. То есть она так тыкает хорошо, что человек начинает это видеть. Он начинает видеть себя. И тут даются практики. Есть такие практики, которые помогают человеку себя потихонечку выводить из этого эгоизма. То есть самый главный враг человека, это тоже сложившаяся уже даже не чужеродная система навязанная. Если человек, он не эгоист, то ему никакая система не навяжется. Самый главный враг – это его эгоизм. Причем эгоизм, он, с одной стороны, он как необходим, собственно говоря, человеку, чтобы осуществлять себя в теле, в эмоциях, в мыслях. Но и так получается, что вот это вот тело, эмоциональный интеллект, так называемый, который сейчас вот как раз очень здорово муссирует, с запада к нам пришел, он начинает говорить, что я – это человек, а все остальное – это мешающее тебе. И вот это я эгоистичное, очень трудно выковырять из человека. Его преобразуешь эволюционным методом, его можно преобразовать, но немудственно я скажу, что пока человек сам этого не захочет развиваться, пока у него тяга к развитию зов внутренний, а у каждого человека есть зов, даже у последнего преступника есть проявление совести, только оно может быть совершенно в виде конфликта внутреннего, по которому он, собственно, и совершает преступление. У каждого человека есть такой зов. Если он захочет по этому зову идти к себе, к божественному своему началу, то тогда пойдет. Если нет, ничего не поможет, никакие технологии. То есть первое, наверное, процентов 70, это должно быть, собственно, решение человека идти. То есть можно это сделать. Как это сделать? На примерах, ну, хорошо, на примерах, ну, на примерах, на практиках, вот как я могу привести пример, на занятии мы сидим, у нас есть, ну, очень просто, понятно всем, расписаны там несколько десятков типов, ну, не типов, проявлений гордыни. Именно вот того, что нам мешает себя вытащить из вовлечения. Ведь она нас туда затаскивает. Я лучше всех, я богатый, значит, я лучший. Я там, значит, больше знаю, я лучший. Я буду там. То есть он уже сразу себя определяет в этой матрице. И вот совместной работой мы начинаем из себя сдирать шкуру. Сначала начинаем сдирать шкуру, пусть каждый себе даст оценочку по каждому, потом каждый объяснит свою оценку в чем-то. И все проходим через фильтр всех, то есть каждый выступает перед всеми, и все говорят про каждого. Вот такие упражнения очень действенные. В результате этих упражнений, значит, ну, есть такие, которые уходят, потому что им становится слишком тяжело, есть, которые остаются, которые начинают преобразовывать дальше свою самость. Есть процессы медитативного характера, практики тоже есть. То есть на, за вот уже третий год пошел такого рода занятий и практик, уже конкретно занятий, потому что если говорить про всяких там сопутствующих областях, ну, не общественных наук, а человековедения некоторого, то много разного было в жизни по поводу там усовестить кого-нибудь. Ну, вот на такого рода занятиях, ну, наверное, я бы сказал бы, процентов, сейчас процентов 70 остаются идти дальше с себя, с собой работать, вытаскивать себя за уши. Вот как еще практики расскажу? Вот тут надо на урок приходить, садиться и на нем присутствовать. Нет уж, ты научи на скрипке играть по интернету. Научи. Так, ладно. Лэтом приходи, лэтом спросишь, да? Хорошо, да. Так, вопрос в эфир от Жени Макаровой. Савва Морозов и другие известные личности были подвижниками, известны потому, что вначале авансировали милосердно, не думая о наградах, потому и вошли в историю. А сегодня все пытаются отбиться от кармы. Разные вещи, поклонные Савве Морозову, много восклицательных знаков. Сегодняшние шудры так не поступают. Ну, по крайней мере, неизвестным миру. Ну, это не вопрос, это утверждение, но я бы сказал, Женя, ну, во-первых, смотрите, это суждение. Я бы не стал бы судить, поскольку вот, сколько вот я, человек видит в жизни людей за всю свою жизнь. Ну, тысячу, ну, две тысячи. Ну, людей, в смысле, не по телевизору, а вот так вот, живую, о которых можно составить впечатление. Поэтому одним из таких внутренних принципов, как раз, с точки зрения эгоизма, ну, как я могу, какое право имею судить, что нет таких людей? Есть, сто процентов есть. Люди, мало того, что шудры, опять вот, мы приспочисляем кого-то к шудрам, шудры, не шудры, любой человек может достичь своего совершенства изначального. Вот, самое интересное, касты в Индии, которые дошли как раз до этого состояния, ты шудра, ты там и останешься шудрой, в Индии революция была при распространении кришнаитства. То есть, кришнаитство говорит, что любой человек, будь он шудра, а там это очень серьезно, с Индией, знаете, там даже теперь не только четыре касты, там еще их разбили на подкасты огромное количество. Вот разбили, формализовали, то есть, практически ввели в сознание еще один шаблон, стереотип. Так вот, сказано, что любой, кто бы то ни был, с любой касты человек может, увидевший верхний свет, так говорится примерно, он может, собственно говоря, не может он, он имеет возможность вообще продвинуться по этой лестнице. То есть, это действительно так. Может быть, когда-то не было такого, давно, такой возможности. Ограничения были более яркие. Сейчас, как я сказал, все размыто. И не просто размыто, потому что вот тут коммуникации такие пришли, а, наверное, все-таки какие-то глобальные параметры в мире изменились, что сейчас возможность не достичь, а в себе увидеть, проявить и его реализовать среди людей свое собственное изначальное совершенство может каждый. Поэтому жизнь такая штука, что сегодня смотришь Шудр, да, а завтра он будет спасителем, потому что никто об этом не может сказать. даже возьмем двухтысячелетнюю историю, вроде как, совсем новодел христианства. Кто шел за Христом? Те, кто в Израиле, в земле обетованно считались самыми последними. Кто собирает, отнимает деньги, мытаря, да, налоги собирает? Ну, как же, там же это самое страшное. Блудницы, рыбаки, это те, кто не сеет, не жнут, кто не имеет земли, тоже считались самыми низкими сословиями. И вот получилось, что теперь они апостолы, потому что они изнутри себя все-таки вытащили человека. Ну, в какой-то степени вытащили, нет, можно много спорить, но просто я к тому, чтобы, не надо так говорить, что вот шудры, не шудры, мы все человеки. Хорошо, идем дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Какие принципиальные отличия между женским сознанием и мужским? Ограничивается ли это только преобладанием правого женщины и левого мужчины, полушарии? Противопоставлении логического мышления и интуитивно-ассоциативного или что-то еще можешь добавить? И как наличие опыта в предыдущих воплощениях мужчины, когда он был женщиной, или наоборот, когда женщина была мужчиной, влияет на все виды сознания? Подсознание, сознание, надсознание, сверхсознание, скобочках, и в настоящем воплощении человека. Благодарю. Ну вот, у нас будет, наверное, эфир по этой теме? Это же вопрос получается прямо в тот эфир. Надеюсь. Ну а если так в двух словах влияет, не влияет, а разница, не разница? Опыта предыдущих воплощений? Ну вот так, если сублимировать все вопросы в один и сказать что-то. Принципиальное отличие в структуре мыслительной деятельности как-то не подходит, наверное. Вообще в базисе, на котором протекает мыслительный процесс. Принципиальное отличие. То есть это вообще с точки зрения мышления это инопланетяне. Но до определенного, конечно, момента. То есть будем так говорить на уровне уже далее ментального мы все бесполые. Ну если говорить ангелы же бесполые, будем так считать. А так влияет, влияет, и мы, как я еще раз повторюсь, мы с точки зрения сознательной деятельности по конструкции разные. Поэтому мы два инопланетянина существуют просто в формах одной планеты, которые нам планета дала из праха нашего. Вот тут мы встретились и знакомимся. Получается так, да? Ну да. Хорошо. Хорошо. Вопрос эфир от Жени Макаровой. Когда мы бываем шудрами, то по жизни являясь витязями вайш-ями будучи по жизни шудрой и прочее. Ответ знаю. Вот такой вопрос за знающим ответом. Я уже про это говорил, не надо искать в этих слоях определять себя как такового. Наверное, это знание необходимо для того, чтобы определять насколько и в чем сознание наиболее увлечено, чтобы с этим работать. Вот как раз у нас вопрос-то был по поводу ломать матрицу, не ломать и как, что делать. Вот это и есть. Это знание для того, чтобы от Олега, от Эдгера, это как раз знание, которое помогает нам выйти полностью из этой матрицы. То есть, то же самое, если говорить про, может быть, знаете, не знаете, про гороскоп, ведь есть мнение, что в процессе своего развития человек, во-первых, инкарнируется в разных знаках, так по кругу идет, а во-вторых, он под конец своего развития он выходит из этого гороскопа как такового, то есть прошедшего все этапы. То же самое здесь, нам необходимо выходить, выносить свое, забирать вовлечение свое, ликвидировать свое сознание из этих всех слоев, становиться универсальными, вмещающими себя всех, поэтому не надо, пожалуйста, вот так вот себя определять там или иначе. Если мы будем определять, то получается, что мы сами вовлекаем себя, строим еще одну клеточку и себя туда вовлекаем. Ведь мы же определяем, наше сознание определяет. Мы по жизни являясь или будучи, не являемся мы никем, мы человеками являемся, которые функционируют в этих слоях. Понятно. Идем дальше. Солнце, вопрос в эфир. Владимир, отдавай медитацию интересную. У нас вопросы еще не кончились. Хорошо. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Строение грецкого ореха один в один напоминает строение полушарий человеческого мозга, строение растительных волокон, сетчатка, глаз животных, насекомых человека, строение соту пчел, и все это многообразие имеет общую матрицу, сотворенную Творцом. По этому же подобию, я думаю, сотворено изначально духовность, составляющая человеческого внутреннего мира, гермонично встроенная в окружающее его внешнее пространство и в природу. Как мыслишь, Владимир? Благодарю. Ну, правильное замечание мыслью. Действительно, если поизучать математику хорошо, посмотреть природовидение и какой там сейчас наука у нас есть, отвлечься, убрать свое вовлечение, свое сознание, изматриваться общественного внимания и вообще посмотреть, что у нас вокруг есть, особенно на природу, на естественные формы, то как раз это все можно увидеть, не только увидеть, а еще и опознать, то есть знания какие-то по этому поводу всплывут, они проявятся, эти знания, и понимание всего этого, что математика называется фрактальность, когда все маленькое самоподобно большому, любому, на любом уровне, и начинаешь понимать суть бесконечности как таковой, начинаешь понимать такой интересный закон, есть рассматривая грани целого или обращая внимание на грани целого, рождаешь бесконечное разделение, то есть представьте себе, как это Бог посмотрел и говорит, это все хорошо, посмотрел, обратил внимание, начинаешь обращать, можно даже взять любой, какой-то предмет, начинаешь смотреть, рассматривать, и начинаешь видеть мельчайшие детали, все больше, больше и больше, а учитывая, что наше внимание, оно рождает, собственно говоря, квантовый эффект, оно из свет порождается частицей, благодаря вниманию наблюдателя, то вот получается, что мир весь этот и рождается, рождается через гармонию, гармонию, фрактальную гармонию, это то, что, по крайней мере, мы еще пока можем объяснить нашей математикой, нашими какими-то науками, пытаемся объяснить. Так вот, обращая, то есть, собрав в кучку эффективное свое сознание, или вытащив внимание, вовлечение своего сознания из всего на свете, вот я привязываю все к сегодняшнему эфиру, тогда мы можем это внимание направить на окружающий мир наш, природный, все-таки мы из природы вышли, а не из зданий этих всех, которые закрывают нам небо, и мы тогда начнем понимать, а понимать как? Эти знания начнут всплывать у нас. А если мы еще каким-то образом смогли потихонечку осваивать, осваивать интуитивное сознание, то есть там, где у нас вся информация, мы начнем эту информацию получать. Но этого мало, конечно, нужно следующим этапом качественно преобразовать свое сознание как инструмент познавания мира, поскольку мы можем застаться на фракталах, на вот этих догадках, а по-настоящему осознать, прочувствовать на совершенно другом уровне. Мы можем только, если свой инструмент, то есть, ну, назовем все-таки сознание его, пока другого нету, мы его преобразуем на совершенно другой качественный уровень. Вот это как раз может быть одним из путей таких это понимание вневременности. Хорошо, объяснил. Хорошо. Так, вопрос на сегодняшний момент пока крайний, кроме про медитацию, тоже поступил от солнца. Вопрос в эфир. Владимир, можно сделать отдельный эфир по проязыку? Ну, вот, что-то так все решили, что я про язык знаю, да? Ну, давайте так, про проязыку не можно, поскольку эта тема научно-популярно в виде можно поговорить. А если говорить, заниматься проязыком более серьезно, то, наверное, это не эфиры все-таки. Ну, вот, поэтому, наверное, нет смысла просто говорить. Может, очень много, наверное, есть очень замечательных людей, интересных, которые в таком ключе может много что рассказать. Я больше практик... В популярном таком, да? Ну, популярном или каком-то еще, может быть, показать что-то. Просто я, как вам сказать, я в большей степени практик, то, что я на своем опыте приобрел, то я и даю, рассказываю, чтобы люди тоже смогли это сделать. Если, то, что я говорю сейчас, это то, что действительно применяется на практике. Если это какие-то размышления, можно поговорить о каких-то размышлениях, но я не умею говорить то, чего не знаю. То есть, то, чего не применяю на практике. То, что я догадываюсь, это вообще будет нечестно. Ну, ты знаешь, некоторые даже не говорят о том, что они догадываются то, что говорят. Они просто это говорят. Нормально, хорошо. People хавают, как есть такое выражение, знаешь, да? Да. Ну, так возвращаемся к вопросу, который от Солнца был за полтора вопроса, от Седова. Вопрос в эфир. Владимир, давай медитацию интересную. Давай медитацию, да? Ну, хорошо, дам медитацию. Сколько там человек нас слушает? Много? Да, я думаю, что у нас будут слушать тысячи, когда узнают, что медитацию даешь. Там же еще записи у нас есть. Да, я так и понял. Нет, я думаю, что сегодня нас слушают достаточно больше, чем у тебя на занятиях в любом случае. Я так уверен. Уверен, я это говорю, там в разы. Но в записи будут слушать, там уже десятками тысяч будет измеряться. Так что ты вот так напрягись чуть-чуть, потому что аудитория такая стадионная. Я напрягаться-то не буду, потому что я с удовольствием много что могу дать. Но, значит, небольшая вводная. И я, ведь, наверное, поняли, кто был на эфирах, что идет такое поступательное такое движение. Ну, и, наверное, поняли, что идет все-таки некоторое такое поверхностное, неглубокое, исходя из того, что само по себе вот такая программа, она в себя включает от нуля, начиная, собственно говоря, ну, пришел развиваться человек, до очень серьезных изменений в себе. И практики, которые мы применяем, они действительно, ну, если говорить для людей, которые нравятся, ну, чтобы вштырило, да, эффект, эффекты после практик бывают серьезные, ну, и жизнь меняется, и внутренние возможности, способности появляются. То есть, это очень большая такая программа, и она, если кусочками вырывать оттуда что-то показывать, ну, не думаю, что много вреда будет, но пользы иногда не бывает. Наоборот, человек начинает бегать, сумятиться. Я дам сейчас медитацию, которая, в принципе, она не страшная, всем она годна, и, в принципе, она в хорошее настроение себе. После, оказывается, энергетика повышается. Значит, смотрите, мы с вами свое сознание, я все про него, про него, про любимое, и внимание, как средоточное сознание растягиваем между прошлым и будущим. Мы с вами вспоминаем наше прошлое, оно где-то с эмоциональными якорями, что было нам хорошо, вот плохо, а это мы хотели бы забыть, а вот это мы хотели бы, чтобы у нас еще раз было. И почему-то планировать стараемся что-то на будущее, и мы живем будущим, и никогда не живем настоящим. С точки зрения, кто увлекается энергетикой, возьмите, положите свое увлечение, энергетика, на вот эту линию. То есть, практически мы являемся какой-то в данный момент, в настоящее здесь, сейчас, вообще без энергии. То есть, у нас все растянуто. Наше внимание, наше сознание, оно где-то сзади, в прошлом, где-то впереди, в будущем, но только не сейчас. И поэтому у нас остается очень мало энергии, как таковой, для того, чтобы осуществлять себя. Для того, чтобы попытаться, это, конечно же, не панацея, это просто такое упражнение, для того, чтобы попытаться перестать страдать по поводу прошлого, страдать, что плохое было, страдать, что хорошее ушло, и перестать закидывать свои тоже эмоции куда-то, а что будет дальше, переживания. Вот такое есть, такое есть очень небольшое, но емкое упражнение. Его можно делать, ну, по крайней мере, раз в несколько дней. Значит, его мы сейчас попробуем сделать, если вы не против. Не против, Алексей? Я всегда за любую кипиш, если он вокруг медитации, которая положительно влияет на наши мозги и нашу вообще жизнь. Хорошо, тогда давайте мы сядем ровненько, на стуле мы сидим, давайте мы сядем на стена, какие-то стулья, прямые, чтобы у нас были прямые углы в коленочках, в туловище, бедрах, пятки у нас на земле полностью, на земле на полу полностью прижаты, то есть не без каблука, мы не перекрещиваем руки, ноги, руки у нас тоже на коленках лежат, ровно сидим, не облокачиваемся ни на что, ровно дышим, можно глазки прикрыть, ровно дышим и потихонечку сосредотачиваем свое сознание, то есть себя начинаем ощущать, что мы все находимся у себя в центре сердца, то есть в сердце, то есть наше я находится, наше сознание находится в сердце, дышим ровно, неглубоко, как я сказал, глаза можно прикрыть, и теперь давайте мы представим такую дорожку назад в нашей жизни, по нашей линии жизни, к моменту, когда мы появились на свет, когда наше сознание впервые оказалось в этом мире. И мы потихоньку начинаем по этой дорожке своим вниманием, своим сознанием идти к нашему моменту рождения, назад. И мы идем, ничего с собой не захватывая, но примечая, просто вспоминая, какие-то события в жизни, которые нам доставили радость или неприятность. Не надо бояться, если какие-то события есть тягостные, горестные или еще какие-то. Есть и есть, это все наше. Мы должны понимать, что нам не надо уходить от них, это наше все, это мы есть. Вот так потихонечку определяя, фиксируя вот эти события, чтобы не забыть, мы доходим до момента нашего рождения. Это может быть момент даже из-за чатия вполне. То есть сознание, оно появляется, когда появляются первые клеточки, только оно не ярко выражено. То есть мы доходим до края дорожки, до начала нашей жизни. Теперь мы становимся к нашему будущему, то есть там, где мы находимся сейчас, лицом, и начинаем эту дорожку, эту нить нашей жизни, вместе с событиями, которые произошли в той или иной месте этой дорожки нашей жизни, сворачивать. Как сворачиваем половик, как сворачиваем ленту, как сворачиваем клубок, и очень сворачивать крепко. Потихонечку, проходя, то есть мы замечаем, что вот событие, еще одно оказалось в этом рулоне, еще, еще, доворачивая, чтобы оно было все более жестким, эта вот лента, чтобы она более плотна была, и потихоньку, не спеша, мы сворачиваем от момента рождения нашу жизнь к центру, к моменту, где мы находимся сейчас, здесь сейчас, в настоящее время, из прошлого в эту точку, не забывая, что мы с собой в этой ленте сворачиваем все события, которые с нами произошли, которые мы помним, хорошие, плохие, разные, то есть мы забираем все свое прошлое в момент здесь, сейчас, идем, вот у нас юность, молодость, зрелость, доходим до точки, где мы здесь, сейчас, у нас с вами свернутая лента, мы доворачиваем, чтобы она была плотно свернутая, в точкой, может быть, она выглядит сбоку, и она была свернута до момента здесь, сейчас, теперь остается нам только постоянно ее доворачивать, чтобы мы, все, что у нас было в жизни, осталось с нами сейчас, то есть не надо теперь смотреть назад никогда, все, что с нами происходило когда-то, все, что с нами, как мы считаем, было когда-то, оно теперь в нас внутри, в нашем сердце навсегда, и это все наше, не надо этого стесняться, бояться, не надо думать, что это ушло, или что это было якобы плохо для нас, ничего не бывает, это мы сами, наша жизнь, тело нашей жизни, это мы и есть, и теперь все наша жизнь, которую мы прожили, находится в нашем сердце, и теперь мы освободились от зависимости от нашего будущего, поскольку у нас нет линии прошлой, которая переходит дальше непрерывно в будущее, где мы пытались себе наметить планы, притянуть что-то, мы сейчас можем, поскольку вся наша жизнь в нашем сердце, мы можем менять свое будущее, изменяясь сами, не следуя по какой-то дороге судьбы, а оно будет зависеть теперь только от нас самих, мы еще раз проверяем, плотно ли доворочен наша лента или дорожка, мы ощущаем у себя в сердце все события и все эмоции по поводу этих событий, которые произошли с нами, и ощущаем всю свою жизнь в своем сердце, и с глубоким вздохом и выдохом выходим из этой медитации. Все вернулись? Все вышли? Запись есть, можно повторять где-то, когда чувствуешь, что-то опять начало скрести на душе по-прошедшему. Как завернешь, как завернешь, да? Разворачивать не надо. Еще разок завернуть, потуже, Да, потуже, надо все время доворачивать, мы же как идем вперед, а у нас все это расслабляется. Вот Эдгар написал, ура! В чате. Хорошо, хорошо. В принципе, вопросы мы все с тобой рассмотрели озвучивая. Вот Данил писал, эффект тишины очень важен. Ну да, пауза была выдержана. Хорошо. О чем еще можно поговорить? Что может быть еще? Раз, я думаю, что раз мы затронули медитацию, то уж теперь надо говорить про вневременность. Давай. мы с вами провели одно из упражнений такого курса большого называется практики вневременности. понятно, что вот мы с вами о вовлечениях поговорили, интересно очень. Мне самому до сих пор эта тема интересна, поскольку она громадна сама по себе, особенно с матрицы общественного сознания, слои общественного сознания. Из нее столько вытекает вещей, просто изумительно. Но это не главное, это не так важно. Мы сознание убрали, то есть из вовлечения, из одного, из второго. что мы делать дальше будем, если мы продолжаем существовать в линейном времени, которое, собственно говоря, родилось только благодаря нашему дискурсивному мышлению. Больше никак. На Земле нету, я, по-моему, говорил, на Земле нету линейного времени. Все в циклах. Земля сама кружится, у животных есть циклы, все замечательно. То есть практически нас линейное время наше мешает нам развиваться дальше. Достаточно просто. читаю сообщения. Ну да, я сбрасываю из чата сообщения благодарности. Да, все просто. Надо нам, вот мы сейчас провели такое небольшое упражнение, чтобы себе, наверное, доказать, что когда ты существуешь, твоя жизнь существует здесь и сейчас, а не в голове в прошлом и будущем, когда мы растягиваем себя, свое внимание, свою энергию, свои эмоции все между этими двумя несуществующими предметами, то она гораздо эффективнее, гораздо радостнее, ну, наверное, полноценнее. Так вот, так получается, что мы, допустим, все сделали, из вовлечения вышли, там, медитируем, сидим, пытаемся с Дзакченом заниматься, вообще, так сказать, достижением изначального совершенства, самадхи входим, випашкиной занимаемся, а остаемся в этом времени. Поэтому для того, чтобы все-таки полноценность свою полностью найти, мы каким-то образом должны познать, а что же дальше? Вот я не просто говорил про преобразование сознания, потому что оно у нас линейное, оно у нас, ну, пространство плохо мерит, честно говоря, потому что кто был в горах, тот понимает меня, что высоту человек начинает понимать только когда перестает ползать по плоскости, идет в горы, начинает понимать через свои ноги, через свою дыхалку, в смысле, через легкие и так далее. А тут еще и время у нас линейное. И вот, преобразуя сознание, мы достигаем понимания, что есть еще такое свойство человека, свойство сознания, это безвременность. Даже вневременность, не безвременность, а вневременность. То есть мы, наше сознание может существовать вне времени. Это уже когда полностью вышло из вовлечения. То есть практически мы поднимаемся над ограниченным миром. То есть мы свои ограничения снимаем. Ограничения мы свои снимаем, своего сознания, меняется отношение к жизни, совершенно меняется, потому что оно становится более легкое, более прозрачное. Мы начинаем понимать единство всего, как мы во время не разложены, в этой линии нарисованы. Естественно, что мы думаем, что мы сами одни по этой точке тараканами походим по этим линиям и все. И как раз строим матрицу этих ходов тараканей. А здесь мы понимаем по-другому все. Вот такая есть очень интересная задача. Я, собственно, долго это не давал для всех. А сейчас вот курсы первые пошли в практике вневременности. Понимание времени, конечно, как таково, понимание пространства вокруг нас, понимание природы появляется настоящее. То, что, допустим, когда был я в Малевском треугольнике, такой интересный казус был. Тогда только первые навигаторы появлялись. Вот американский навигатор. У меня был 96-й год привезенный без всяких этих экранов. И вот мы 400 метров шли 4 часа, оказывается, по навигатору. Мы этого не заметили, конечно. Мы шли по лесу не сильно заваленному, причем не в самом центре, так сказать, известной аномальной зоны, а по краю. А потом я приехал, посмотрел. Мы 400 метров шли 4 часа. Что с этим пространством делалось? Особое ощущение, которые возникли там, они, наверное, и вытолкли меня на то, чтобы их описать, а потом создать такие программы. То есть, когда меняется время, окружающий мир настолько большое в базовой форме изменения, что может человеческое понимание линейного времени задавить, что ли, то есть, его ликвидировать и какое-то другое поставить, человеческое сознание изменяется очень сильно, по-разному, человек неподготовленный, начинает очень страшно, все страхи у него начинают появляться, то есть, психика течет и в какие-то места течет. И вот сейчас такая программа есть, она достаточно интересная, и, как я сказал, как раз к тому самому пониманию изначального совершенства всего мира и только себя, она, по крайней мере, подводит. Ну, вот, что хотел сказать. Хорошо. Ну, ты почитал сообщение, теперь я почитаю после медитации, Валька написала, радостно стало, благодарю, Ингварий, вообще бесчувственное, что-то не скребет у меня особо никогда. Солнце, Владимир, благодарю, вестник богов, все, теперь я тертый калач, всех замедитирую. Женька Макарова, Жене Макарова, поклоны, сильно я буду практиковать и на себе, и на клиентах. Север, Владимир, благодарю. Особенно на клиентах, правильно, да? Да, 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 там уже реакция пошла, что не клиентами тут надо называть тогда. Север, Владимир, благодарю, вестник богов, Владимир, молоток, так держать, повторю потом, медитацию более осознанно. Солнце, вопрос в эфир, Владимир, а можно пройти твой курс, находясь в другом городе? Можно, то только он будет скорее всего в январе или в феврале, поскольку сейчас идет уже вебинар введения в практике вневременности, все-таки это удаленное немножко не то, 12 занятий, ну, каждую неделю за эти воскресенья будет уже у нас пятое занятие. поэтому я и говорю сейчас очень, так сказать, свободно, поскольку впервые это уже запущено все, все живы, все довольны, поэтому можно. Но это все на Академии развития цивилизации смотрите, то, что фитнес-мозг, я так понял, народ очень сильно начал ходить смотреть, уже интересуется, как все-таки заниматься со своим сознанием, а на Академии развития цивилизации это вот там как раз про практики вневременности. Вот еще реплика от «Я, Любовь». Благодарю за эфир просто о сложном удивительно все гармонично уложилось в душе. Вот так вот. Вот слава Богу, это очень хорошо. Я благодарю, что, благодарю всех, что получил, потому что это ведь любое действие человека, смотрите, и Матрицу создали мы вместе все, и вот сейчас мы вместе создали этот эфир. Не обязательно даже тот, кто написал. Все, кто слушал и кто говорил, мы о, это две стороны одной медали. Вот Женя Макарова уточнила, ой, я массажист, я применю. Когда она говорила на себе, на других буду применять. Ну что ж, пока вопросов я больше не вижу. Что еще, поговорим или как? Ну, можем поговорить, только, наверное, растяю, все это наоборот растечется. Если есть вопросы, можно ответить. Пока не вижу, пока не вижу. пока вопросов не вижу. Ну, тогда сделаем еще медитацию и разойдемся. Да, чтобы на ночь глядя с улыбками лечь спать и в радостном состоянии потом проснуться. всегда мы делаем, особенно в первый день, когда работаем с мозгом, он же устает у нас здорово. Вот первый день, шесть часов, человек тратит там то, что за полгода не тратит, особенно первых веществ, самых, которые копятся, там лежат вроде в кладовке, в первой на дом с необходимостью, он все сжирает. И чтобы потом можно было как-то отдохнуть, осознанно заснуть, такая образная медитация называют цветовая активация. Значит, то же самое, сели так же, как сидели, ровненько, лучше на краях стульчика, чтобы, так сказать, было удобно, прямые коленки, ноги, руки, никогда не перекрещивайте, когда слушаете кого-то, если хотите услышать, и в медитации, конечно же. Прикрыли глаза, дышим ровно. Значит, что мы будем делать, пока вы в себя приходите, отдыхаете? Мы с вами будем представлять цвета радуги. Помните, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. И обратно, синий, то есть фиолетовый, после фиолетовый, синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный. Значит, представлять себе эти цвета, или свет этого цвета. Причем, можете представлять, как свет, а можете, кто-то, так сказать, образно хочет, зеленый, яркую зеленую листву или траву может представить. Главное, чтобы цвет был. То есть свет, светился этот цвет. Три дыхания, чтобы каждый считал сам, и не заснул. Значит, мы начинаем, когда я скажу, начнем. Значит, три вдоха-выдоха на каждый свет, цвет, а на фиолетовом семь и обратно. То есть мы по три вдоха-выдоха вверх поднимаемся, на фиолетовом остаемся семь, и снова опускаемся вниз до красного по три вдоха-выдоха на каждый цвет. Ну, после этого глубоко вздыхаем, и, собственно говоря, приходим в себя, но дальше, если вопросов не будет, то до свидания. Ну, скорее всего, лучше и не будет, тогда дыхать, наверное, всем надо будет. Понятно всем, я думаю. Ну, давайте тогда начнем. Начали. Красный свет. С него начинаем. Три вдоха-выдоха на красный свет. Представление его. Теперь оранжевый. Три вдоха-выдоха на оранжевый. После оранжевого желтый. Три вдоха-выдоха. После желтого зеленый. Или голубой. Теперь синий. Теперь фиолетовый. Задержимся семь. Духа-выдохов. И обратно. Синий. зеленый. Зеленый. Желтый. Оранжевый. Красный. Зеленый. Ну, и с глубоким вдохом-выдохом выходим из медитативного Медитативного состояния. Ну, есть кто, наверное, долго дышит, да? Такие долгие дыхания. Да, да, мы не мешаем. Не мешаем дышать. Не мешаем. Продышались. Возвращайтесь к нам, друзья. Возвращайтесь. Так, внимательно. Смотрим сюда, я здесь, я здесь. О, все, возвращаются. Хорошо. С нами. Все с нами. Замечательно. Вот здесь Эдгар написал. Ни один свет не представляется, к сожалению. Ничего страшного. Это все. Главное, есть желание. То есть мы не обязательно. Свет – это образ. Вы же в смысле в своем внутреннем, вы вызывали этот свет. То есть это смысл-то пошел, самое главное. Образы. Образная, так называемая, визуализация – это один из инструментов, который необходим для такого рода всяких там медитативных действий и различных других воздействий в разных местах. Это необходимо. Ну, у кого-то есть, у кого-то нет. Ничего страшного. Можно тоже есть какие-то упражнения такого рода, которые можно тоже проходить. Образное мышление развивать. Но вот эта медитация или упражнение, когда ее лучше применять? Перед началом каких-то действий умственных действий? Нет, лучше после. Она расслабляющая очень сильно. Это лучше после. После него такое умиротворение наступает. А вначале тогда и противоположность какую-то надо будет делать? Ты-то расскажешь как-нибудь о другой инвентации? Ну, вначале, если напомните, то расскажу. Но вопрос в том, что вначале, как сказать, есть схемотехника, мы, по-моему, говорили в слоях сознания. То есть, когда мы целиком и полностью опираемся на некие приемы, ритуалы, технологии, которые нам куда-то выведут, это плохо. Мы увлекаемся в них. По идее, сознательное деятельство есть такая, Кашпировский дал, даю установку, да? Вот это самая действенная вещь, которая может быть. То есть, потихонечку заводить нужно себя в этом отношении. Есть техники на очень хорошее сосредоточение внимания. Это просто серьезнейшая вещь, применяются они в любых местах и в медитативной практике. То есть, когда мы решаем, что наше сознание – это сосредоточенное внимание. То есть, как мы только сумели из вовлечения вытащить сознание, оно у нас как луч лазерный, может что угодно сделать. И дальше мы можем активировать это все и будет действовать на людей, на себя или, наоборот, успокоить всех. Я сейчас к тебе сброшу, чтобы ты ознакомился с мыслями наших людей. Так, значит, по поводу «Ни один цвет не представился» понятно. Дальше. Есть мнение от Анобиса, что эта медитация забирает энергии, и Грегоры не дремлют. Дальше. Ну, здесь переписка по поводу того, что цвета радуги можно представить, взяв из интернета рисунок. Вот дальше Женя Макарова. «Мышите, не мышите, они все цвета видео. Похоже, с Ахасрарой совсем плохо. Фиолетовый не пошел. Даже режисские картины не привиделись. Всем крепкого здравия, пишет Гриша. Я так расслабился, что аж заснул. Вестник богов под конец медитации под красный цвет. Вспомнился восход солнца из неуловимых стителей и песня». Какая там песня-то? «Нету покоя», «Гарина в супе». «Та-ра-та-та-та-там». Что-то кажется такая, да. Ну нет, а там было в первой серии… «Уходили в гражданскую войну». «Уходили в гражданскую войну». В первой серии одна песня, а во второй серии вторая уже была песня. Да, точно. Я, кажется, и второй там уже песня. И второй серии вспомним. Так, дальше. А вот уточнение. Давай так, не вопрос, а уточнение. А сон является медитацией? Медитация – это действие, средоточенное действие ума. То есть медитацией можно назвать что угодно. Вот мы говорим, это медитация. Если мы… Процесс на медитации есть. Мы можем просто идти и обращать внимание на то, как мы идём. Это медитация. То есть медитацией можно назвать что угодно. Но то, что мы обращаем внимание, это то, что мы практикуем, как нечто нами, так сказать, осмысленное. Поэтому сон медитацией назвать нельзя. Хотя хорошо назвать. Типа я медитирую, а сам вдрыхнешь. Хорошо. Да, я не сплю, я просто медленно моргаю. А так я медитирую. Нет, если вы научитесь осмысленному сну, управляемому, тогда это может превратиться в медитацию. И я думаю, что такие практики тоже кто-нибудь делает. Да, осмысленное сновидение. Даже есть, по-моему, целая наука такая. То да, мы можем осуществить медитативные практики через сон. Это возможно. Осознанное сновидение называется. Но я думаю, что осмысленное тоже в данном случае подходит, потому что мысли, осознание, они рядышком где-то находятся. Одно без другого, наверное, в нашем теле ужиться не может. Так что... А вот еще Валька уточняет. А дышать через нос? Ну, дышать, конечно же, через нос. Ну, в этой такой легеньком упражнении через нос. Я бы хотел еще тут Чернобогову ответить по поводу того, что он тут говорит, что визуализация путешествия в своем уме, а наша задача выйти за пределы ума. Конечно же, это так. Потому что мы сейчас не занимаемся в этом упражнении медитативном. Мы не выходили из ума ни в коем случае. Во-первых, выходить из ума... Мы не безумные люди. Поэтому всему свое время, всему свое место. Поэтому не надо представлять, что мы сейчас какими-то серьезными практиками занимались. Да и быть такого не может. Ты как сказал, что всему свое время. Я сразу так подумал. Скоро ты скажешь. Ну, вот на следующем занятии можете 03 звонить в Кащенко там или кто-то там. Что там у вас поблизости? Друг на друга. И вот тогда время придет. Из ума выйдем. Ясно. Так, Солнце написало. Прям такой звук был. Как будто бы мимо уха прожужжал. Жих! Ну, это, наверное, какая-то сонная муха уже к зиме готовится. Да какой готовится? У нас тут уже метели минус 15 вовсю. Дома-то есть? Ну, дома-то зимой мухи не к добру, знаешь, не к добру. Ты меня попугиваешь сегодня второй раз уже. То про то, что все еще впереди, то про мух, которая тут зимой. Нет, почему-почему? Нормально-нормально. Зимой у меня тут была, сейчас недавно, где-то сегодня, видел, пролетала. Ну, тепло же дома, они еще живые. Ты ее это как-нибудь обзови и приручи. Пускай с тобой живет дрессированная муха до весны. А потом ее отпусти. Она тебе кости еще приведет. У нас свобода сознания. Я еще дрессировать буду. Есть такой, корма по 16, он в нашем буддийске лама, просветленный считается. Так он животных, как сказать, отправлял в нирвану. То есть он брал животных каких-то, покупал мучителей разных. И потом они говорят, животные все умерли. Он приходит, подходит. Мне говорят, не умерли, смотрите, как они сидят. Они в медитативной практике сидят, все его обезьяны. И вот ушли в самадхи и не вернулись. Красавцы какие. Так что с мухой тоже можно так. Можно, да, можно отправить в самадхи. И пускай они возвращаются. Пускай ей там будет хорошо. Так, дальше. Данила, благодарю. Просто именно сейчас ничего цветного не вижу. Здесь переписка идет. Но бывает такое. Женя Макарова написала. Да, чакры закрыты. Жива ли я? Так, Женя, смотри дисплей. Внимательно смотри. Внимательно так. На меня. Все, жива, жива, вижу, жива. Все нормально. Не надо про чакры думать. Совсем вовлекаться. Мы же не должны вовлекаться ни во что. Просто мы цветами занимались и все. А дальше все само сделается. Если мы будем думать о чакры, тогда мы сжали весь этот поток до каких-то своих частей чакр, которые мы как раз образами представляем. И у нас это прошло мимо нас все. Наш задачный оборот, как написал Чернобогов, расширится. В конце концов выйти, в конце концов засознание. Так что готовимся к этому. Это всего лишь было маленькое упражнение предтечи. Я, Любовь, написала. Замечательные эфиры по вечерам на радио. Вспомнились слова из песни. Как упоительный враг. Ну и так, вечера, да, помнишь это? Да, вечер. Точно я даже устала, пишет Женя Макарова. Так что смотри, эфир-то как развернул людей-то, а? А вот, им говорят, пишут. А я что-то прослушал. Эффект какой должен быть? Мне тоже понравился вопрос. От эфира? От всего эфира? От медитации. От медитации. Это медитация простая, она в большей степени успокоительная. То есть балансировка внутреннего состояния, не буду про чакры говорить, про всякие, просто через цвета, обратная связь. И балансировка состояния приводит к расслаблению и к спокойствию. Поэтому вот написал, кто-то расслабился, что заснул, Гриша написал, что расслабился, что, ну, в принципе, так оно и есть. Либо, так сказать, немножко с другим содержанием это делается, когда необходимо раскрыться, чтобы принимать знания, будет скованный человек, так сказать, весь зажатый, там, эгрегоры в голове, еще что-нибудь. Может быть, значит, медитация это, или упражнение, даже не медитация проводится. И человек уже, ну, расслабился, подготовился, сбалансировался и может, собственно говоря, принимать знания, делать упражнения какие-то свои уже со своими внутренними ресурсами, резервами. То есть они у него не зажаты. Валька написала, сидишь на берегу реки, взираешь на волны, слушаешь шум, всплеск, тоже медитируешь. Так, дальше. Это вообще замечательные вещи такие на природе. Если ты смотришь, не вовлекаясь в это, просто смотришь и этим совершенством наслаждаешься. Это как раз высший пилотаж. Так, Женя написала, Макарова, что-то в этом практикуме не то. Всё, дыхание пока возбуждённое, или я одна такая, нервная. Дальше пишет, ура, я успокоилась. Ну вот, видишь, всё хорошо. Всё обошлось в этот раз, вызывать скорую не будем. Ну что ж, ну что ж, в принципе, цитаты прочитаны, реплики озвучены, вопросы заданы и отвечены. Медитации выданы. Проведены, да. Проведены, да, выданы в народ. Расписывайся в бланке, эфир проведён. Ну что ж, давай в заключение, наверное, как-то пожелаем чего-то доброго, хорошего, светлого нашим радиослушателям и обозначим следующую тему, о чём поговорим в следующий раз. Ну у нас в следующий раз, по-моему, есть как раз эфир о женской интуиции, о развитии женской интуиции. Был такое дело, да. Да, я думаю, что мы поговорим о развитии женской интуиции, то, что вопросы есть. Думаю, что будет полезно слушать и женщинам, и мужчинам, потому что надо понимать женщинам, как мужчины думают, и мужчинам понимать, как женщины вообще думают. И как, собственно говоря, развивать эту интуицию. И, наверное, тогда, раз мы говорим о интуиции, мы упражнения поделаем. Поэтому, если кто сейчас есть и будет на следующем эфире, я предлагаю, рекомендую взять с собой на эфир тетрадки, ручки, не менее двух ручек, тетрадки такие подходящие. Мы будем писать и будем смотреть. А если есть пара какая-то, то есть вы смотрите вместе, будет очень интересно смотреть, как это у кого получается. Одни и те же упражнения, они получаются по-разному, мужчин и женщин. Вот я такого рода предложил бы сделать следующий эфир. А пожелать? Ну, я пожелаю, во-первых, внутренней радости, внутренней спокойствия, незамороченности в нашей жизни. Теперь вы знаете, что вокруг нас есть. И, наверное, это поможет вам не увлекаться, не растрачить свою жизненную силу на всякие мелочи, несуразицы, ненужные вам всем дела. А, собственно говоря, эту всю энергию направить на то, чтобы... Ну, я не буду говорить, что жить на благо всех живых существ. Наверное, вы сами решите. Ну, хотя бы на то, чтобы быть счастливыми, радостными, наполненными жизнью, целостными. Очень интересно. Здесь реплики идут. Благодарю за интересный, практичный, мыслительный, информационный эфир. Всего доброго, всех благ. Очень понравился. Поклоны, слава богам. Ой, ну что так мало-то пишет солнце? И такая реплика потом, когда она написала. Женщины вообще не думают. Так что, друзья, сначала написал, а потом почекнул. Женщины вообще не думают. В общем, хороший эфир сложился. Благодарность за него Владимиру, Эдгар пишет. Будем писать левой-правой рукой. В общем, уже предположения пошли. Но вы сейчас не предполагайте о том, что будет. Вы лучше берите с собой ручки, ножки, листочки, что там у вас есть, карандашики. И запасайтесь терпением, дождитесь следующего эфира, следите за анонсами, как говорится в таких случаях. И мы постараемся Владимира по полной раскрутить, чтобы он нам по полной выдал. Так что у нас будет следующий эфир практичный. А для меня сегодня был практичный эфир, поскольку пришлось входить из ситуации за чужим совершенно компьютером, где были сломаны наушники с микрофоном. Вот я вышел из ситуации, оказалось, что и так даже можно вести эфир. То есть гибкость такая проявилась у нас в вещании. Интуиция сработала. Ну, не знаю, может быть, интуиция. В данном случае не берусь говорить. Со стороны, наверное, тебе виднее. Но как вот вышли из ситуации, эфир провели. И, как получается, провели даже очень-очень интересно. Ну что ж, я рад всему, что произошло сегодня. Я благодарю окружение, которое послало сегодня таких интересных собеседников и в чате, и тебя, что с тобой сегодня так интересно пообщались. И такую интересную ситуацию, с которой мы совместно все выкрутились, благодаря, не знаю, интуиции, как ты сказал, или чем-то еще. В общем, учимся каждый день. Учимся постоянно. Делайте с нами, делайте как мы. Как говорится, делайте лучше нас. И на этом я прощаюсь с вами. Мне остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей наступил, наконец-то, календарный первый день зимы, 1 декабря 2016 года, четверг. По одному из старинных календарей продолжается месяц новых даров, 31 день, 7525 лета вторник. Мы говорили про матрицу слоев общественного сознания. Ни много, ни мало. Владимир Анатольевич Лукашенко, автор-соведущий. Очень, очень и очень. Дальше можно добавлять, что очень-очень мне лично понравилось, очень рад и так далее. Так что, друзья мои, следите, как я сказал, за эфирами. Впереди нас ждет много чего интересного. Желаю вам всего добра. До новых встреч. Быть добру. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok